всем привет мы снова вместе сегодня интересная тема обязательно досмотрите это видео до конца и мы начинаем если вы хотите увеличить эффективность и глубину яркость состояния вот энерго дыхания то введите в свой рацион сухое голодание ладно не сухое на воде пускай будь на воде но это пищевая пауза считается то все-таки голодание она идет от 48 часов если вы например с утра до утра ничего не едите то это пищевая пауза считается но все равно для некоторых людей это прям тяжеловато но сразу вам могу гарантировать это безопасно потому что это короткое время для организма да может голова болеет вот этот эффект чистки происходить ну когда токсины идут в кровь и тебя реально шатает то есть ты целый день ходишь ничего не ел не пил тебя шатает просто а пить если на сухом ты пить хочешь но не даешь себе да если ты с водой ты есть хочешь но это стоит того то есть это стоит того потому что эффект будет сильно выше от дыхания и в идеале если вы во время сухого голодания пищевой паузы вы дышите энерго дыхания практику это прям сильно есть люди которые говорят меня уже не берет просто прикиньте меня уже горит не берет 7 фазное энергодыхание я говорю так вы попробуйте сегодня ничего не есть до вечера только там пить воду и вечером подышите практику и вас так возьмет вас так нагребет что мало не покажется и вы почувствуете всю яркость энерго дыхания умноженную на 10 просто потому что человек целый день ничего не ел то есть это к тому что если вам вдруг станет скучно дышать и как-то для вас это будет не так ярко как-то вы почувствуете что я вот дышу 7 фазы мне как-то как-то не цепляет есть такие люди я говорю так не кушайте в денечек и начинайте дышать вечером и вправду то есть когда день не ест человек у него пищеварительная система она как бы внутри замолкает то есть она на паузе и когда он начинает дышать то пищеварение не мешает процессу дыхания то есть все внимание переходит на уровень дыхательной системы когда все-таки вы кушаете часть вашего внимания находится но забирают пищеварительная система и все вы там освобождаете внимание пищеварительной системы она переходит на дыхание тотально и поэтому у вас эффект x5 или x10 по ощущениям по остроте по яркости ощущений эмоции во время сеанс но опять же есть люди для которых 7 фазные модуль это слишком мощно и для некоторых там на 4 на 5 фазе уже ту матч очень много очень сильная практика поэтому здесь нужно все-таки выбирать серединку если для вас слишком много это мощный сеанс энергодыхания то попробуйте его все-таки дышать аккуратно так чтобы вам было комфортно чтобы вы все-таки прошли 7 фазный сеанс но может быть как-то так полегче дышите не так глубоко например это допускается но есть люди для которых это вообще ни о чем например спортсмены все кто занимается спортом легкой атлетикой те кто занимается плаванием но прям таким хорошим спортом для этих людей которые на спорте для них энерго дыхание семифазное будет чувствоваться как хорошая спортивная тренировка для них будет ну прикольно да хорошо а кто-то кто не занимается спортом этот же сеанс семифазный просто так навалит так сильно будет ощущаться потому что все же здесь задействуются механизмы как в спорте включаются мышцы дыхательная система повышенное учащенное дыхание как в спорте те кто тренированы для них это будет норма те кто не тренированный привет добро пожаловать на часовую тренировку читайте что 7 фазные сеансы энергодыхания который идет час 20 плюс минус это сеанс хорошей тренировки то есть это тоже также можно воспринимать что в тренировке вы можете пропотеть во время тренировки вам может стать холодно или в какой-то момент после тренировки вам станет холодно после разогретого тела вы вдруг останавливаетесь и вам прохладно во время тренировки вам захочется пить недостаток воды нужно будет попить примерно также прикиньте энерго дыхание сеанс это как тренировка спортивная хорошая что после тренировки может болеть тело могут быть неприятные ощущения может быть крепатура может реально после сведения мышц на следующий день может такое состояние вот когда хорошо потренируешься и а до этого не было никаких физических упражнений то реально тебя целый день хочется спать хочется отдыхать организм восстанавливается и чем дальше вы тренируетесь тем меньше вот этих вот ощущений покалывания там боли в мышцах тем больше вы адаптивны к этим тренировкам вот такая вот информация то есть мы можем это примерно сравнивать с тренькой тогда будет сильно проще понимать то что происходит во время дыхания это упрощает поэтому я рекомендую не усложнять все и не искать чего-то там такого великого или там потайного смысла все-таки двигаться к упрощению процессов так чтобы было все понятно а вчера хорошо подышали потренировались сегодня тело побаливает тело отрабатывает все даю телу отдых также рекомендую после каждого модуля на следующий день чаще всего у людей бывает желание побыть в одиночестве тоже рекомендую если получается обеспечься себе такой день випассану чтобы вас никто не трогал желательно эта рекомендация потому что на следующий день после энергодыхания во-первых повышена чувствительность сенсоры ваши более чувственные к окружающей среде повышены вкусовые сенсоры вкус запах тактильность все это повышено и конечно когда вы на следующий день общаетесь с какими-то людьми если еще какие-то такие интенсивные дела у вас повышенным сенсором в это все делать начнете это может просто раздражать поэтому на дыхании все честно то есть в практиках дыхания здесь идет прямой диалог с телом ваше тело через дыхание показывает вам то что вы себе носите ваше тело через дыхание вам показывает связки ваших эмоций в вашем теле болит шея напряжение в шее ответственность огромная ответственность скован плечевой пояс много на себя берете много на себе тащите болит голова перегружаете сознание постоянно ну и так далее свело ноги значит куда-то не знаю либо не можете идти либо не туда идете тело вам четко показывает о том что у вас на уровне эмоций происходит и со временем с практикой за практикой вы снимаете эти психоэмоциональное напряжение расслабляете микро мышцы высвобождаете этап за этапом огромное количество энергии которая была заблокирована в виде непрожитых эмоций окей но во время практики вы можете реально проживать такие эмоции о-го-го в практике вы проживаете огромный спектр состояния друзья ну что на сегодня все надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайк пишите в комментариях что вы думаете на этот счет подпишитесь обязательно на канал помните что у меня есть мощная программа которая называется маг дыхание все ссылки на этот курс на эту программу под этим видео разверните описание у меня все увидимся в следующем видео пока а а а а а а а и а а и а